Микс Ньюс Начинаем. Здравствуйте. Доброе утро. Сегодня у нас 24 апреля и в студии работают Евгения Шафранок и я, Наталья Михайлова. Доброе утро. Доброе утро. С нами звукорежиссер Родион Золотарев и уже с нами в первой части организатор Латвийского родительского форума, член правления ЛАШОР. Это Латвийская ассоциация школы с обучением на русском языке Константин Чекушин. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, мы будем говорить судя по гостю мы будем говорить о поправках к закону образования которые устанавливают перевод на школьное обучение на госязык, что вчера, собственно признан абсолютно законным в соответствующем конституции Латвии наш суд Сатверсмен. Константин, вы довольно эмоционально высказались в Фейсбуке по этому поводу в общем даже написали слова «Будьте вы прокляты!» Ну, давайте так, вы, скажем так с решением суда уже переночевали Да, да Улеглись ли эмоции? Вообще, как вы оцениваете вчерашнее решение вот этого верховного органа? Вы знаете, вот вчерашнее решение лучше всего описывается тем, что я вот тоже это написал что нас ограбили и сказали, что по закону ограбили да, вот такое ощущение, что нас действительно вот как родители ограбили, а школы в какой-то мере на самом деле и унизили потому что то, что говорили школы, то, что говорили директора то о том, о чем и в суде Рогалева очень красивую речь сказала если кто-то там в интернете потом найдет почитает все это было не принято да, совершенно проигнорировано и нас толкают в новую реальность в которой нам будет некомфортно нам будет плохо в которой родителям будет сложнее детям будет сложнее конечно, это все эмоционально тяжело переживается я думаю вы знаете, в последнее время очень много было всяких петиций давайте подпишем петицию в защиту билингвальное образование давайте подпишем петицию еще такое мне кажется, вот сейчас если создать петицию будьте вы прокляты то она бы собрала бы больше всего голосов вот петиция такая из серии говорите вы лес чуманова оба ваших дома и на конституционный суд и на Сейм и вот эта петиция бы собрала мне кажется больше всего бы голосов поэтому ну без эмоций ну а куда без эмоций хорошо, а если вот эмоции вы сказали а если без эмоций что теперь получается что принял конституционный суд Ну, Конституционный суд, как известно, это высшая инстанция судебная у нас в Латвии, поэтому с точки зрения латвийского законодательства действительно это финальная инстанция. У нас остается, конечно, еще и СПЧ, Европейский суд по правам человека, но специфика этого суда такова, что я не такой, например, профессионал, как Борис Целевич в этом вопросе, но поскольку много с этим общаюсь, уже как бы выучил, там специфика такая, что ты должен, а, пройти все государственные инстанции, и, б, там должно быть затронуты личности, ну, права определенных, определенной группы людей. Ну, подходит же, нет. Иск родителей, да, он может перейти в европейские структуры, но это все время, как бы это все деньги, это все нервы, и время-то уходит. Закон вступает в силу с 2019 года, и нам уже придется столкнуться с последствиями. То есть, по сути дела, все принято, и пока вот на этом этапе уже ничего не отменяется. Да, единственное, что был еще суд, второй иск был подан от частных учебных заведений. Да, это мы еще ждем. Да, это мы еще ждем, и там тоже возможны варианты, да, возможно, суд посчитает, что все опять в порядке, все прекрасно. Да, я напомню, телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939, и напомню также номер WhatsApp, по которому пишите 230-6191, что вы думаете о вчерашнем решении и ваши действия. Может быть, у вас есть какой-то, не знаю, план созрел личный, или, может быть, вы можете что-то предложить активистам в этом отношении, или вы придерживаетесь точки зрения Конституционного суда и тоже можете свою позицию аргументировать. Пожалуйста, звоните, ждем. Вчера Вадим Родионов в вечернем интерактиве как раз эту тему тоже обсуждал. Очень много было звонков, более 50 звонков он принял за два часа. Это очень много, люди высказывались, и очень тоже эмоционально. И по поводу того, что будет дальше, и вообще правильно ли было идти таким правовым путем, может быть, мы поговорим еще с Елизаветой Кривцовой, через несколько минут мы ей позвоним, она как раз тоже юридически, так сказать, поддерживала этот иск. Так, а у нас в студии Константин Чекушин. Да, Константин, а сколько лет вы вообще уже в лошор, например, и вообще занимаетесь этим вопросом? Ну, вот я начал заниматься вопросом, когда у меня ребенок пошел в детский сад, это был 12-й год. У меня пошел ребенок в детский сад, и как раз в этот момент национальное объединение подняло вопрос о том, чтобы закрыть все русские детские сады и сделать их латышскими. И этот бред был, на мой взгляд, бред был передан на обсуждение в Конституционный совет при Министерстве образования. И я туда просто написал письмо о том, что я хочу, как родители, участвовать в этом мероприятии. Потому что это как-то очень странно, когда обсуждают детские сады и в группе людей, в которых нет ни представителей детских садов, ни представителей родителей. Ну вот я как-то попытался, меня приняли, на самом деле, это был министр Килис. И все это обсуждение перешло в более, скажем так, конструктивное русло о том, как улучшить преподавание латышского языка в детском саду. То есть на это были выделены средства дополнительные, и это пошло в таком конструктивном русле, действительно. Это был, честно говоря, неожиданный и довольно приятный опыт. Поэтому сравнивая вот эти подходы, конечно же, мне грустно, назовем это так. Но вот за 7 лет уже почти получается, что вы занимаетесь, скажем так, таким вопросом. Вы правда не знали, что это все обречено? Что вот будет это решение, рано или поздно принято? Нет, оно было действительно как обухом по голове, потому что никто этого не ожидал, да, никто не ожидал. Это все было в очень таком форсированном режиме, буквально летом, как вот в июне, без объявления войны. Вначале экзамены попытались перевести. Мы уже тогда на этом уровне начали как бы так возмущаться, почему вдруг. Ничто не просило. Тут раз-раз-раз и перешли к школам. Национальное объединение уже очень давно об этом заявляло. Насколько я слышал из приватных дискуссий от людей, которые присутствовали на этом совещании, это даже для них было неожиданностью, потому что это выглядело примерно так, передаю по слухам. Да, поэтому было просто обычное заседание, в котором мы обсуждали вот житейские вопросы. И Шадурский просто откинулся на кресло и подумал и сказал, вообще чего мы тут эти все… Ну, там же еще реформа цельная, компетенция пошла. И начали спрашивать, а как у нас, мы как-то не обсуждаем, что вообще есть еще и русские школы, как это туда вписывается. И еще русские школы, до каких уже пор, давайте вообще хватит уже, да. И вот хоп, и пошло, 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 и поехало. Еще столько документов переписывать, давайте их просто закроем. Это же сложно, да, реформе компетенции придумывать туда-сюда. Хорошо, Константин, еще один вопрос, то есть вы сказали о том, что были выделены средства для того, чтобы в тех же детских садах и в школах улучшить образование на латышского языка, обучение латышскому языку русскоговорящих детей. Вот ваш ребенок ходит в сад сейчас. Да. Вот она… Дочка, да, в том… Знает латышский язык. Уже ходит вторая дочка, да, первая уже в школе учится, вторая как раз опять снова пошла. Хорошо, ну вот младшая, которая, например, в сад ходит, как у нее с латышским языком? Стала лучше по сравнению с тем, как, например, старшая ходила? Откуда она станет лучше? Преподаватели все те же. У средств это были выделены? Общение такое же. Плюс дети все разные, на самом деле. Старшая – это одно, у нее лучше идут языки, у младшей хуже идут языки, я вижу, да. Поэтому, ну тут очень… Я же говорю, что каждый ребенок – это очень индивидуальная вселенная. Нет, я хочу просто с точки зрения понять, были выделены средства, потому что у меня, например, двое детей… В совершенстве не владеет, они… Педагогов у нас, как бы, таких способных погрузить в среду нету, да, и директора… И рады бы таким педагогам, но они просто в детский сад за там 350-400 евро, естественно, не идут. Особенно молодежь не идет. Ну, как бы, кто идет в детский сад. По большому счету сейчас квалифицированный кадр можно достать, если приходит какая-то мама, у которой свой ребенок, да, и она, поскольку уже все равно ребенка, она без работы может быть, она присматривает заодно за своим ребенком и, как бы, за остальными детьми. И деньги там не тот фактор, который притягивает, да, работников. Это или призвание, или стечение жизненных обстоятельств, но, уверяю вас, ни один студент, наверное, сейчас не мечтает, как пик своей карьеры, оказаться в детском саде. Ну, здесь вопрос был не о пике карьеры, просто вот я смотрю по своим, например, детям, да, у меня тоже одна в саду, одна в школе, соответственно. Несмотря на то, что были выделены средства, несмотря на то, что у них зашкаливает количество алтышского языка в программе, особенно в школьной, я каких-то прям, ну, вот я прям восторгов каких-то не могу вот высказать. То есть, ну, знают посредственно. Получается, что деньги были выделены, а результатов, в общем-то, не очень. Ну, потому что, как и все происходит, деньги выделены на программы краткосрочные, да, это недолгосрочная какая-то концептуальная вещь, там, вот были выделены на латышский язык с тофиком, да, но это прекрасная программа, то есть, получили, издана книга с дополнительными материалами, но эта книга с дополнительными материалами, она глобальная, она как помощник хорошо, да, но как глобальное изменение каких-то таких глубинных вещей, она это как ряда по воде. По поводу вчерашнего решения, я прочитала один из комментариев такой вот, что было принято решение в пользу государства, но не в пользу детей, согласны? Да, абсолютно согласны, это тоже, как бы я подумал о том, что Конституционный суд на самом деле, ну, по идее, он и должен оценивать, ориентироваться на Конституцию, да, а не на, так получается, а не на людей. Ну, окей, а в пользу государства это не в пользу детей, как-то это странно звучит. Да, получается так, получается так, как, в общем-то, и преамбула, для чего она была принята, да, зачем… А в чем польза государства здесь тогда, если это не в пользу детей? В пользу государства, как мы видим, в пользу определенной части общества, далеко не всей, да, то есть у нас не, мы не строим, получается как, ну, об этом многие говорят, что мы не строим нацию, да, мы строим Латышскую Латвию, ну, вот последние годы. И Латышская Латвия, как бы, я когда, как русский человек, да, в общем-то, с корнями староверскими из Латгалии, я начинаю думать, а мое место какое, да, то есть мне все время говорят о том, что я, как бы, не часть этой Латвии. Вот стань латышом, и тогда ты станешь частью Латвии, ну, простите, не стану я латышом, да, не латыш я, ну, что-то поделать, и не стесняюсь того, что я, как бы, национальность – это не то, на что мы можем влиять, да, поэтому ее не нужно стыдиться, ее не нужно выпячивать как-то, это вещь, которая с нами, да. И прекрасно можно быть патриотом страны, прекрасно дети знают латышский, теперь уже, выходя из 12-го класса, все дети прекрасно знали латышский, это не та проблема, о которой можно было бы говорить. Проблемы в нашем государстве совершенно другие, это бедность, это дети уезжают учиться наоборот в другие страны, это вообще низкое качество преподавания, которое не интегрировано вообще в европейские какие-то другие институты. Когда дети, оканчивая нашу школу, должны доучивать что-то, получать дополнительные кредитные пункты, чтобы перейти в английский университет или так далее, да. То есть, проблемы, на самом деле, намного другие. Знания по математике и в латышских, и в русских школах, как мы знаем, и видели всю эту статистику ниже плинтуса. Давайте примем звонок, надевайте наушники, пожалуйста. Напомню, телефоны 672 12 939, 672 13 939. Решение Конституционного суда вчерашнее мы обсуждаем, касающееся поправок к закону об образовании, которое, по сути дела, ликвидировало образование на русском языке, пока в средних школах. Пожалуйста, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Да, здравствуйте. Меня зовут Антон. У меня один комментарий и два вопроса Константину. Ну, комментарии вообще в общем. Система образования у нас не могла никак улучшиться, и ее улучшения не наблюдаются в том числе, потому что у нас нет нормальной работы методистов, которые работают не только спускают инструкции сверху, как надо учить, а анализируют и смотрят, как эти программы отражаются на детях и дают отчет наверх. У нас такой работы методистов в школах нет. Вот, это первое. Это так, немножко взгляд изнутри. А второе, у меня вопрос к Константину. Ну, первого числа навещается акция РСЛ около Дайлас, которую несколько лет подряд Сасканя, ну, как бы, не приходили туда сторонники Сасканя. Не поддерживали, да, вы считаете? Да, не поддерживали, да. У меня вопрос. В этом году вы будете поддерживать эту акцию или нет? Это все вопросы? И второй вопрос. И, смотрите, сразу второй вопрос, сразу быстренько задам. Вот это второе решение по частным школам. Вам не кажется, что если первого числа будет нормальная акция и будет хороший отклик среди людей, действительно придет довольно много людей, вам не кажется, что вот этим вторым решением суда насчет частных школ просто закроют людям рот? Что, ну, да, поддерживают, да, скажут, да, вот, открывайте русские школы частные, и все на этом закончится. Вот, спасибо. Спасибо за вопросы. И комментарий по делу, в общем-то, про методистов, действительно так. Про первый вопрос, на самом деле, про политическую тему. На самом деле, вот эта трагедия нашего протеста в том, что ее раздербанили, на самом деле, политические силы. Вместо, вместо народного такого протеста, который, в принципе, есть, да, получилось то, что началась партийная эпо такая, партийная в каком-то мере перетягивание каната. Русский союз, Латвия, который имеет достаточно слабую поддержку и слабый электорат под собой, в принципе, на самом деле, не лидер, да, не лидер. Он попытался стать лидером этого протестного движения, что у него не получилось. То есть, согласие решило не играть на одном поле с Русским союзом Латвии, что тоже спорно, как бы, да. Я просто говорю, что я не состою в партии. Я участвовал в выборах, скажем так, как независимый депутат, который… От этого списка, но вы не… Я просто общественник, который выбирал, по сути дела, с какой силой я могу лучше донести свои идеи и до Сейма, если бы это получилось, и показал бы ценность своих взглядов, возможно, своими голосами, которые удалось бы собрать. Поэтому 1 мая я вообще поддерживаю все гражданские акции, когда что-то заставляет гражданина высказать свою позицию. Поэтому я абсолютно поддерживал все прошлые митинги, и я поддерживаю этот митинг, несмотря на то, что часть из них, возможно, можно считать каким-то предвыборным пиаром, но, тем не менее, такие акции должны происходить. Конечно, лучше бы, если бы это все дело шло от общественности без партийных лозунгов, да. Но мы живем в той реальности, в которой живем. Видимо, в данной реальности у нас еще не настолько созрело действительно общественное движение, чтобы само создавать такие мощные акции протеста. Это обязательно переходит каким-то образом под какую-то партию. 1 мая, скорее всего, я приду, пройдусь в знак своего несогласия с решением Конституционного суда, и призываю всех прийти, несмотря на то, что даже если кто-то не согласен с Русским Союзом Латвии, их политикой, потому что данный митинг не о том, все-таки мы должны. Вот очень важная вещь, которую я пытаюсь, на самом деле, донести до людей сейчас, о том, что то, что произошло, оно произошло, оно случилось, но от этого оно не стало правильным. От того, что суд это сказал, что это по закону, да. То есть, это совершенно еще Лютер Кинг говорил, что и в Германии все события тоже происходили по закону, да. Но это не значит, что это правильно. Люди законы меняют. Они меняют их, когда они видят, что большая часть этими законами недовольна, и они на этой позиции стоят и отстаивают ее самыми разными способами. Что касается второго вопроса, решение по частным школам, оно не станет такой как бы подачкой, ну, в плане… Да, я напомню, на самом деле, что протесты эти у нас не первые, и попытки реформирования тоже не первые. В 2004 году нас толкали ровно туда же. И вот эти все большие протесты, они как раз были против того, чтобы закрыть вообще образовательные школы и переместить весь русский сегмент образования в частные школы. Протесты были ровно вот про это. Да, было принято вот это вот решение такое половинчатое, процентуальное, и вроде как успокоились люди. И вот сейчас, повторяя сценарий, а он неправильный сценарий. Да, для людей это будет некоторый фактор, опять же, успокоения, что хотя бы частные школы оставили. Я не скажу, что это плохо. Но еще давайте дождемся все-таки суда. Да, дождемся суда. Но вполне возможно, что это вот тот зеленый, зеленый заяц, это в кинетисинематографе, по-моему, называлось, когда, вы знаете, да, картина Никулина, бриллиантовая рука, в конце ядерный взрыв огромный, который он поставил специально, чтобы цензура его вырезала. Сказали бы, зачем вам этот ядерный взрыв в конце, и не заметила бы все остальное, что было в картине. Но вот примерно та же самая история происходит у нас и тут. Елизавета Кривцова с нами на прямой телефонной связи. Елизавета, здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро. Скажите, все-таки правильно ли было идти таким правовым путем, учитывая то, что все-таки достаточно предсказуем был вердикт конституционного суда? Ну, я считаю, что правильный, что этот путь надо было пройти. Я здесь его потому, что наша позиция, она должна быть аргументирована. Мы тоже должны, нам нужна, мы требовали профессиональной дискуссии по поводу реформы образования во время ее принятия. И суд – это одно из тех мест, где такая аргументированная дискуссия возможна. Кроме того, наш иск, вот с точки зрения аргументов, он был подготовлен, ну, очень хорошо. И в данном случае подкачала, скорее, беспристрастность суда. В таком, ну, достаточно чувствительном вопросе, судя по всему, сыграли личные предпочтения судей. И, как бы, когда мы идем на митинг, это одно другому не мешает. Мы тоже считаем, что власть, она может прислушаться к мне и должна прислушаться к мнению народа. Здесь то же самое. Я считаю, что суд, Конституционный суд создан для того, чтобы защитить права человека, права меньшинства или права личности в отношении с государством. И мы должны требовать от суда, чтобы он свою функцию пополнял. Поэтому пройти этот путь надо было все наши аргументы выложить. Надо было. К сожалению, очень многие наши аргументы вообще не были замечены. Например, какие? Не были замечены вопросы. То, что касается, в общем-то, образовательного процесса. Отсутствие учителей латышского языка. Вот, как бы, первое, чтобы нам обучить детей латышскому языку, первое, надо посмотреть, что у нас с учителями. Мы видим, что мы их нет. Мы видим, что знание латышского языка, как в русских, так и в латышских школах, языка уже как предмета, оно хромает. Экзамены дают около... Оценка, средняя оценка на экзаменах 60% по латышскому языку, самому главному предмету в нашей системе образования. Значит, мне казалось, что очевидно, что что-то не так. В этой части, если мы говорим об уровне знания латышского языка, ну, вот на что правительство ссылалось. Суд не заметил этих аргументов. Суд не заметил того, что даже латышские исследователи констатировали, что качество образования ухудшится во время реализации этой реформы. Суд, в общем-то, такой принял формальный подход. Министерство образования сказало, что мы примем меры, значит, они примут меры. Как это связано с реальностью, суд, в общем-то, отказался это обсуждать, даже отказался от своего постановления прошлого, 2005 года, о том, что необходим мониторинг качества образования. Мы доказали, что за эти 13 лет или 15 лет не создан мониторинг качества образования, то, как требовал суд в 2005 году. Суд предпочел не заметить этого аргумента и ограничиться тем, что вот, ну, министерство там издаст. По сути, министерство может издать указ, что учителя должны учить хорошо, ученики хорошо учатся, и с точки зрения права все будет в порядке. Ну, это такой выраженно-формальный подход, и он не соответствует вообще ни сути права на образование, ни защите интересов детей. Это вот первая большая часть того, что суд не заметил. Критику международных организаций, международных экспертов суд заметил, но сказал, что они не до конца все понимают. Как мы, вот, наше министерство иностранных дел понимает лучше, но не смогло вот объяснить этим многочисленным комиссиям и экспертам, что то, что мы делаем правильно. И третий блок того, что не заметил суд, это мнение нацменьшинств. Суд сказал, что, ну, родители нацменьшинств могли бы, им надо было участвовать на уровне школьных советов. Хотя мы знаем, что школьные советы не решают вопросы законодательного регулирования, которые решаются на национальном уровне, а не на уровне конкретной школы. Суд не заметил петиций, писем, демонстраций, мнений экспертов со стороны национальных меньшинств, заявив, что, ну, как бы здесь всеми их выслушали, и ладно. Вот, поэтому, ну, здесь с точки зрения норм демократии заметно существенное, ну, снижение планки требований и к надлежащему процессу принятия закона, и к мнению экспертов, именно, вот, понижение планки в отношении национальных меньшинств. Да, но у меня еще вопрос будет, а какие дальнейшие, например, шаги вы планируете, если планируете, или все, хочется опустить руки и быть как бы... Нет, я вот, как и есть, я, прежде всего, я вот смотрю, как бы, ну, на реальность, как мы можем помочь людям, нашим детям, чужим детям получить хорошее образование. И образование – это, прежде всего, свобода. Образование – это не циркуляр и министерство. Образование, оно, его целью является – свободный индивид. Академическая свобода – это условия его реализации. Свобода выбора родителей – это условия того, что система будет хорошо работать. Поэтому родителям и обществу нужно найти новые способы, как реализовать эту свободу. Свободу. Реально, мы столкнемся с очень большими дефицитами, мы действительно столкнемся с понижением качества образования. И здесь, как бы, уже будет не только о свободе вопрос, а о том, как компенсировать то, что государство сняло с себя ответственность, по сути, за образование нацменьшинств. Очень много ляжет на плечи родителей. И где-то надо будет искать пути обхода системы, где-то будет стихийно создаваться параллельная система обучения. Но это тоже необходимо сделать, чтобы мы не забыли, что такое хорошее образование. И, конечно, нужно постоянно находить новые способы, требовать от государства, чтобы деньги на образование тратились на то, какое образование мы, как родители, считаем правильным. Поэтому я вижу работу в двух направлениях. Первое – это как в данных условиях обеспечить хорошее образование для детей и для нашего общества. И второе – как в долгосрочной перспективе все-таки добиться, чтобы эту функцию несло на себе государство, чтобы эти расходы оплативало государство, и чтобы мнение родителей и интересы детей учитывали. Здесь, как уже помянутый, иск в ЕСПЧ. Но я хочу сказать, иск в ЕСПЧ – это только одно из средств. Мы не можем... В данной ситуации надеяться, что кто-то нас рассудит, мы не можем. Мы должны действительно использовать все средства, в том числе и демонстрации, в том числе и какие-то формы самоорганизации, те же факультативы и формы протеста. В общем-то, как бы сейчас настало время такой кооперации разных сил, разных интересов для того, чтобы обеспечить и добиться свободы образования. Как вообще решения суда? Часто звучат отсылы к рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Что по этому поводу суд сказал? Насколько это согласуется? Суд сказал, что рамочная конвенция дает государству возможность выбрать, обучать меньшинство только языку или обеспечить образование на их родном языке. И государство выбрало больше образования на родном языке не обеспечивать. Ну и ладно. Все эксперты, которые... Эксперты, они именно в рамках механизмов рамочной конвенции очень много экспертных заключений было дано. Есть консультативный комитет, который дает заключение по Латвиям. Как раз недавно дал это заключение. Он как раз эту реформу... По поводу этой реформы успел высказаться, что очень-очень негативно. То есть суду было абсолютно понятно, что самые авторитетные люди в отношении рамочной конвенции, все эксперты и вот этот консультативный комитет, они считают нарушением рамочной конвенции, по сути, несоответствием рамочной конвенции латвийскую реформу образования. Ответ был такой, ну, потом мы приняли преамбулу, и нам это теперь важнее. Каким образом суд принимал во внимание историю Латвии? Вот в частности, годы советской власти, изменения национального состояния? Очень, слово оккупация, оно как бы везде присутствует. По сути, да, суд подтвердил, что реформа образования это ликвидация последствий оккупации, вот, скажите, там, летней давности. Да, это одно из обоснований, почему реформу надо проводить. Приехало очень много, неконтролируемо приехало много русскоязычных, и пришло время, как сказать, это... Исправедливо. С этим злом надо как-то бороться. Ну, по сути, суд, да, признал это нежелательным, присутствие столь большого количества русского населения нежелательным, и меры по его латышизации признал с добром. Да, спасибо, Елизавета. Елизавета Кривцова была с нами на прямой телефонной связи. Если есть вопросы, есть еще несколько минут, пожалуйста, можете звонить. 672-12-939, 672-13-939. Кстати, ну, еще вопрос. А если, допустим, не дадут эту подачку в виде вот частных школ, да, и оставят вот решение таким, какое он есть, на ваш взгляд, не будет ли здесь вот истерина злого бабушки отморожу уши? То есть те, кто мог пойти в частные школы, они пойдут в частные школы, но они принципиально пойдут там во французский, английский, но они не пойдут, не останутся в латышских школах, и не пойдут в латышские школы, не останутся в русских, переведенных на латышский. Во-первых, не так у многих людей есть деньги, чтобы вообще просто в любую частную школу перейти, неважно на каком языке. Это очень маленький процент населения, о котором мы говорим, и я очень подозреваю, что в частных школах все-таки больше смотрят на ребенка, поэтому там будет и билингвальная система как-то отрабатываться, и как бы если мы живем, на самом деле, ну, проблема-то не в том, чтобы не учить латышский, да, мы все, кто… Как часто подчеркиваются, да, с той стороны аргументируя. Да, да, да. Родители-то согласны, чтобы их дети знали латышский язык, и они хотят этого. Я от частных школ, между прочим, я разговаривал, когда с директором частной школы «Максима», она подчеркнула, что вообще образовательных так не просят, чтобы дети знали настолько хорошо латышский, как у нас контролируют, как чтобы дети, почему они не знают, там уже не говорят свободно на латышском в пятом классе, поэтому родители-то хотят лучшего для своих детей, они не интересуются политикой и прочими такими вещами. Есть обида какая-то, да, конечно же, но так, чтобы вот знак протеста отдать, это, я думаю, единицы будут. Вот, поэтому тут я не вижу таких вот каких-то вещей глобально, которые повлияют. Очень важно, Лиза, на самом деле, сказала о формах самоорганизации, да, все-таки мы должны не быть аморфной массой, ждунами, которые вот сидят и ждут, 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 когда что-то произойдет, откуда-то свалится и как-нибудь что-нибудь самоустроится. Не устроится, это показывает нам вот прошедшее энное количество лет. В школах родительские комитеты, родительские советы, они хотя бы, хоть и имеют формальные достаточно права, тем не менее, в законе об образовании эта структура вполне себе прописана, она имеет право принимать некоторые решения. Подумайте, в вашей школе хотя бы на уровне декларации о том, что вы, как родители, не согласны с данным законом и хотели бы учиться на родном языке. Это вполне можно обсудить, это вполне можно принять такую декларацию в своей школе, на которую потом же тем же правозащитникам будет удобнее ссылаться, потому что сейчас, по большому счету, Министерство образования может сказать, а все довольны. А то, что митинги были, ну, это политики там перед выборами ходили, а так все довольны. Они-то, кстати, так и говорят, что все согласны. Нет, а петиция, ну, что это 10 тысяч, а все остальные миллионы, все согласны. Поэтому, когда вы появились в школах какие-то такие осознанные декларации своего несогласия, осознание своего права учиться на родном языке, при этом не забывая ни латышский, ни английский, это очень важно, это должно происходить. Плюс, я считаю, что мы должны думать о том, действительно, как уже компенсировать вред, который будет нанесен государством. Дополнительное образование и так далее, это все должно все-таки как-то централизоваться. Да, Константин Чекушин в студии, мы сейчас примем звонок. Пожалуйста, здравствуйте, слушай. Доброе утро, меня зовут Сергей. Я бы хотел сначала комментарий, это то, что в данном случае получается позиция русскоязычных, это как позиция вот такого сельского дурачка, который пытается играть в карты с шулерами, да, то есть он им пытается доказать, что они шулеры, то есть это позиция слабого. То есть если сравнить обе реформы и четвертого года, и нынешнее, видно, что в нынешней протесте вообще не участвует молодежь практически, то есть почему? Потому что в школах учителей прижали вот этим вот законом о лояльности, да, то есть они запугали учителей, учителя и так, ну, довольно в позиции такой странной находятся, им платят мало денег, при этом их всех пугают и никто не защищает, у нас нет профсоюзов, представьте, в школы приходят какие-то проверки. Ну, есть профсоюзы работников образования. Инга Ванага, руководитель. Вы как раз слышали, чтобы профсоюзы жестко... Ну, а спорят лучше. Вы знаете, я не слышала, чтобы они жестко вот это, да, но я спрашивала у Ванаги, и она мне сказала, никто из учителей мне не жаловался на реформу на русском языке, ну, вот эту вот реформу. Ну, это тоже как бы... Ну, вы знаете, они жалуются, но приватно. Ну, все, за что купили, за то продают. То есть это, да, это вот, ну, знаете, как принцип плаца. То есть кто не согласен, шаг вперед. Естественно, что, ну, если нет какой-то вот общности, коллектива, то шагнуть первому и публично сказать, что нет, я не согласен, его просто уволят, а большинство педагогов, это люди все-таки, ну, не в возрасте, но близкие к пенсии, так скажем. И они уже смотрят туда, они понимают, что борьба, это не их борьба, и их никто не поддерживает. То есть школьные советы, опять же, то есть это деградированная институция, даже если туда кто-то ходит, они никто не знают, не знают о системе образования, о возможности участия родителей. То есть нет, вот действительно в нашей стране есть политические партии, которые все фактически выпускают в свисток. Потому что посмотрите, вот, допустим, акции протеста. Акции протеста у нас выливаются только в митинги. Митинги, это было актуально для 20 века. Если вот мы посмотрим на политические процессы, допустим, в России, то есть это Навальный, да, который поддерживал молодежь все-таки через интернет. Трамп в Америке тоже, его успех отчасти был связан с интернетом, а не с обычной дискуссией. Господин Зеленский сейчас тоже, он переформатировался, он больше нажимал именно на молодежь через интернет. И вот противостояние Порошенко, оно тоже было через интернет. И люди у нас ленивые, они не пойдут на митинги, они точно так же боятся, что их сфотографируют, пожалуются работодателю. Соответственно, отсюда вопрос. То есть, как бы, есть ли какая-то систематизация вот этого протеста, образования, еще что-то? Спасибо большое. Вот, кстати, да, согласна, что митинги... Очень хороший комментарий, большое спасибо за него. Прям вот, возможно, было посадить, наверное, рядом со мной, мы бы вместе поддискутировали на эту тему. Ну, все, совсем согласен, что сказал наш радиослушатель. Действительно, я, ну, на самом деле, я принимал попытки вот как-то рассказать людям, что вот есть эти школьные советы, что они могут работать, что их можно включать. Да, они сейчас декларативны, но в наших силах, как бы, если мы понимаем, что они нам нужны для выражения своего мнения, их пытаться поднимать. Если в каждой школе будет один родитель, вот такой вот, как нам позвонивший человек, уже было бы хорошо, потому что он бы этот вопрос поднял бы, и в школе началась бы эта дискуссия. Я проводил 1 сентября, ну, не я, с группой товарищей проводили собрание родителей о том, чтобы принять манифест, под которым бы люди могли бы, ну, как с флагом, на самом деле, маршировать, мы его старались сделать таким, чтобы в нем обозначить наши базовые ценности, да, как вот на обучении на родном языке, это одна из базовых ценностей, под которой собрать сторонников, кто не противник этого, а с кем мы вот идти дальше. Да, кто-то голосует за Русский союз в Латвии, за согласие, может быть, еще за какие-то партии голосуют, но они все согласны с вот этими базовыми вещами, с правами человека, с гражданской активностью, которую должны люди проявлять, и родители, и вместе пытаться вот перебороть эту пассивность общества, да, потому что общество очень пассивно, действительно, и даже через интернет до него особо не достучаться, как раз эта предвыборная гонка показала о том, что все равно у нас голосующий электорат все-таки достаточно основная масса еще в годах, а молодежь еще не настолько заинтересована. То есть самообразование, самоорганизация, больше участвовать и просвещаться самим, чтобы понимать, против чего мы боремся, и главное, за что мы боремся. Все, спасибо большое, мы уже тут со временем совсем перебрались, начались как раз звонки под конец. Призываю финансово помочь организации на домашней странице в правом верхнем углу из ликвизиты организации Лашур, только что сам поддержал, написал нам Артем. Константин Чекушин, член правления Лашур, был у нас в студии, мы говорили о вчерашнем решении Конституционного суда, спасибо. Спасибо.